Приветствую вас и по описанию проблемы. Я могу сделать вывод, что вы говорите о страхах за своих детей. Вы говорите о том, что боитесь за своих детей, боитесь за их жизнь. И это, в свою очередь, позволяет мне предположить, что у вас довольно тесная связь с детьми. То есть вы, например, не можете их куда-то опустить лишний раз и так далее. В связи с тем, что у вас наблюдается, ну опять же, на мой взгляд, у вас наблюдается повышенная тревожность. Вот наблюдается повышенная тревожность и, соответственно, а если мы говорим с вами о тревожности, то речь идет здесь о неуверенности в себе. Неуверенности в себе, о страхах и о невозможности адаптироваться к изменяющимся ситуациям. То есть слабая адаптированность к меняющимся условиям жизни. Вот. И исходя из этого, исходя из этого, я бы рекомендовал вам работать с вашими собственными страхами, определять их причину, формировать их предмет, понимать, что стоит за этим предметом, и, соответственно, опять же, исходя из того, что стоит за предметом вашего страха, корректировать свое поведение. А пока вы только боитесь, пока вы боитесь, что дети ваши умрут. Но почему вы боитесь? Чем вызван у вас страх? Какое событие вызвало у вас эти страхи? Это может быть и после, ну, после родовые синдромы. Это может быть следствие, например, ваших собственных переживаний, комплексов, травм, которые были у вас в вашем детстве. Это могут быть отражения проблем, которые есть в вашей жизни вообще. Это может быть отражение ваших проблем, например, с мужем и так далее. То есть вот это все нужно с вами обязательно прорабатывать, чтобы вы все-таки постарались это понять. Но пока, если вы не готовы к личной консультации, длительной терапии, пока, я бы рекомендовал вам следующее. Во-первых, у меня произойдет ощущение судя по вашему тексту, что вы как бы верите в то, значит, что, ну, например, верите вы в то, что ваши дети, например, действительно умрут. То есть вы как бы даже вот не сомневаетесь в том, что это произойдет. Откуда у вас подобная уверенность в том, что это случится? Вот. Это, значит, первое. Второе. Значит, поскольку ваши дети, они, ну, они живы и давайте мы будем считать, что они не умрут. Давайте будем считать, что они, ну, с ними ничего не случится. Да? Вот. Соответственно, они живы, с ними все в порядке и так далее. Вот. То, значит, соответственно, когда вы боитесь, задавайте, значит, себе вопрос. Случилось ли то, что вы боитесь? Произошло ли это? Произошло ли это? Успокаивайте себя. Рационализируйте свой страх. Понимаете? И постарайтесь обязательно искать его предмет, его причину. За причинами, как правило, всегда кроется вся основная суть того, значит, что с вами сейчас происходит. И я бы на вашем месте не мистифицировал бы то, что с вами происходит. Вы не видите смерть своих детей, вы просто-напросто проектируете на реальность свои собственные страхи. Это нормально, нужно разбираться с причиной этих самых проекций. И я думаю, что если с этим разобраться, то проблем никаких у вас не будет. По крайней мере, постепенно-постепенно-постепенно вы будете все меньше и меньше ощущать на себе вот это вот влияние данного страха. Также я бы рекомендовал вам проанализировать ваш образ жизни, вашу реализацию, социальную, личную, профессиональную, творческую, досуговую, бескородительную. Чтобы при анализе ее увидеть факторы, которые могут оказать существенное влияние на становление у вас вот этого вот страха. На этом все, надеюсь, что помог вам. Не пугайте, пожалуйста, своих детей, не допугивайте их, не лишайте их определенной долей самостоятельности. Потому что они это делают как раз таки более беззащитными перед реальным миром. И старайтесь все-таки самостоятельно идти вот именно своему собственному страху навстречу. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам!